Привет всем! С вами GamesTV и Инспектор Гаджет, верный полупроводник Мир Штуковин, которые делают нашу жизнь интересной. И сразу хочется расставить все точки над И. Я первый нахуй! Все, кто не верит, смотрим комменты внизу. Третий, несомненно, юбилейный выпуск. Начнем с обзора. Да-да-да, это не обман зрения, ребята. Это именно то, о чем вы подумали. Клавиатура для блондинок. Вся такая розовенькая, гламурненькая. История этого аксессуара началась с прикола в интернете. Кто-то, где-то, когда-то нарисовал в фотошопе блондинскую клавиатуру. Фотка быстро распространилась по разным сайтам. А потом, под Новый год 2008-го, этот баян был воплощен в жизнь компаниями Олди и Свет. А подробнее с этим девайсом вас познакомит мой внутренний голос. Яркая во всех смыслах новинка стала причиной яростных споров. Кое-кто возмущался дискриминацией по биологическому признаку. Но большинство блондинок отнеслись со здоровым юмором. По рассказам продавцов, в первое время клавиатуры буквально сметались с прилавков. Видя на полке клавиатуру, изумленный народ спрашивал, что правда? Офигеть, дайте две. С технической точки зрения, клавиатура для блондинок – типичная представительница семейства офисных клавиатур. Практичная и удобная. Немного мягкая, но не глухая, с четким ощущением клика при нажатии на клавиши. Единственное, в чем можно упрекнуть эту модель – ножки, регулирующие угол наклона, коротковаты. Кроме того, к недостаткам можно отнести и то, что символы русского и английского алфавита нанесены одним и тем же цветом. Точное название оттенка подобрать сложно. Группа эталонных блондинок, тестируя, не смогла прийти к единому мнению. Сначала они решили, что это фуксия, но потом три дня спорили, какой должна быть правильная фуксия. То ли полиловье, то ли порозовее, то ли вообще все поярче. Мы решили, что цвет корпуса нежно-розовый. Раскладка клавиш стандартная. Неалфавитные клавиши промаркированы доступным пониманию блондинки образом. Цифры подписаны словами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и ноль. Функциональные помечены как ненужные кнопки. Клавиши shift подписаны по-разному. Для одной большой буквы и с этой кнопки нужно писать мое имя. Пробел оказался самой длинной клавишей. Caps Lock подписано скромно, для больших букв. Хотя ее-то и надо было как раз выделить. Это же самая важная блондик-кнопка. Резюме. Замечательный аксессуар. Есть пара мелких неудобств, но они простительны столь революционной модели. Как показывает практика, получая в подарок такую клавиатурку, блондинки вас тоже наповизгивают. Вот только стразов не достает. Если вы стразы на эту клавиатуру приделаете, то это уже моддинг будет. А можете сделать эмо-моддинг, покрыв ее по периметру черной краской. Но лучше всего сделать так. Внутренний голос. А что у нас там дальше по плану? Смартфон бизнес-серии Nokia E65. Смартфон сделан в форм-факторе слайдера. Корпус из приятного на ощупь пластика с отделкой под кожу на крышке аккумулятора. Слайдер раздвигается легко. Есть механизм автодоводки. Экран на 5 баллов. Яркий, с хорошим разрешением, шрифты четкие, картинки ясные и резкие. Клавиатура необычная. На клавишах расположены своеобразные наплывы для работы вслепую. Это удобно. А вот с кнопками управления хуже. Для перемещения курсора используется квадратно-кольцевая кнопка, обрамляющая здоровенную плоскую клавишу выбора. Лучше бы Nokia сделали джойстик, было бы комфортнее. Ценное место на передней панели зачем-то занимают клавиши, нужные сравнительно редко. Например, включение конференц-связи. Nokia, видимо, хотели так подчеркнуть бизнесовость аппарата. Но это все мелочи, к которым привыкаешь за неделю. Звук при разговорах чистый и ясный, без неприятных эффектов. Тестировалось в сетях НТС и Мегафон. Время работы аккумулятора без подзарядки 2-3 дня, в зависимости от нагрузки. Аппарат неплохо набит софтом, но все вполне стандартное. Чего-то особо полезного, чего не было бы у других моделей, не замечено. Двухмегапиксельная камера телефона выдает снимки пристойного качества. В остальном, самая обычная телефонная камера. Из интересных фич. Возможность просмотра флеш-файлов и оригинальная софтинка для организации рабочих групп, которым можно, например, рассылать СМС и общаться по конференц-связи и все такое. Из минусов. Есть ограничения по установке дополнительных программ. Устаревшая версия Bluetooth. Из чисто конструктивных проблем можно назвать также гнездо для сим-карт, запрятанное под крышку аккумуляторного отсека. Классическая нокиевская заморочка, которая порой заставляет сказать несколько тихих, не злых слов в адрес инженеров компании. Резюме. Добротный и недорогой смартфон. Nokia раньше продавали его за какие-то совершенно неадекватные деньги. Сегодня, когда мода на него прошла, E65 легко найти за 8-9 тысяч. И это будет выгодная покупка. Внутренний голос. Ты так убедительно рассказываешь про все эти девайсы. Либо у тебя талант, либо тебе кто-то очень хорошие тексты пишет. Обзор следующего гаджета беру на себя. Начнем обзор. Что мы видим? Внешне этот агрегат смахивает на нечто среднее между бытовым видеомагнитофоном и малогабаритным системным блоком. На панели мы видим экран и кнопки. Пока абсолютно непонятно, зачем они нужны, но здесь есть кнопки Setup, Stop, On, Off и Function. Хотя, если есть пульт, зачем кнопки? Двико Твикс HD M6500. Эта штука представляет собой сетевой цифровой медиасервер. Я не понял. Это что за то, что мне сейчас набор букв озвучил? Да, название длинное, а суть проста. Включаем Твикс в домашнюю сеть, с компа сбрасываем на него видео и музыку. Контент хранится на жестком диске аппарата. Это модель на 500 гигов. Есть также на терабайт. Смотреть и слушать загруженное видео можно на устройствах, подключенных к сети, в том числе и беспроводной. Э, нет, не сюда. И не сюда. Но сеть не обязательно. Твикс подключается напрямую к телевизору или аудиосистеме. Благо, имеется большой набор портов и разъемов. От HDMI и компонентного выхода до оптического аудио и обычного S-видео. Большое количество встроенных портов – это плюс. Многие другие машинки такого типа поставляются или с ограниченным количеством портов, или с пучком кабелей-переходников. Главное меню выводится на экране активного дисплея, к которому подключен Твикс. Логика работы с меню вполне очевидна. Из него можно не только запускать ролики или выбирать фильмы, но и копировать файлы. Причем не только из локальной сетки, но и с внешних накопителей, например, с USB-флешек. Как и намекает Index HD в названии, прибор способен гонять видеопоток высокого разрешения. Из интересных фич стоит отметить работу с форматом матрешка. Этот формат интересен тем, что позволяет закатать всю сложную структуру файлов с дисков типа Blu-ray в один файл, который удобно копировать и хранить. Из недостатков Твикса стоит отметить разве что необходимость довольно регулярной перепрошивки. Правда, не столько из-за багов, сколько из-за появления новых, обычно весьма вкусных фич. Ну и, конечно, цена. Модель на 500 гигов стоит около 18 тысяч рублей. Но оно того стоит. Когда понимаешь, что в эту небольшую коробочку можно упихать шкаф DVD и переключаться с фильма на фильм, не вставая с дивана, впечатляет. Есть еще один недостаток. В комплектации Твикса не идет попкорн-машина. А это провал. С вами был инспектор Гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. Чмоки. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!